Стабильность и порядок в современном обществе, вызовы и угрозы. Такова тема научно-практической конференции. Управление по делам молодежи в этот раз проводит ее в студенческой среде. Этот возраст самый уязвимый, поэтому предостеречь, повысить бдительность и не допустить проявления экстремизма и терроризма – задача номер один. К сожалению, возраст террористов очень молод. До 30 лет. Молодые граждане вступают на этот путь преступников, я даже сказала бы с большой буквы. Поэтому мы озабочены, все мировое сообщество, естественно, бьет тревогу по этому поводу, так как тысячи ни в чем не повинных людей, детей, матерей, младенцев, стариков, молодых студентов гибнут практически ежедневно от рук террористов. В Лобинском районе уже много лет работает антитеррористическая комиссия. Ее председатель – глава района Александр Сачиков. По его поручению к молодежи обратился заместитель главы. Игорь Юренко настроил студентов на важный и серьезный разговор. От терроризма никто не защищен. В средствах массовой информации все чаще стали появляться репортажи о терактах. Недавно сколохнуло весь мир, трагические события во Франции и многие другие факты, о которых вы тоже так же смотрите по телевидению, читаете в газетах. И такие сообщения тревожные приходят практически ежедневно, к сожалению. Понятно, что устоявшийся миропорядок в современном мире где-то дал трещину. Но вы знаете, прежде всего, что я хотел бы отметить. Не нужно думать, что это все где-то далеко находится. Что это где-то за океаном, где-то на другом материке. Нет, к сожалению, кто из нас сегодня присутствует через здесь, может сказать, что мы от терроризма защищены. И что у нас это не коснется. К сожалению, мы такого заявить не можем. И нам остается только предпринимать усилия для того, чтобы не допустить никаких чрезвычайных происшествий, террористических актов, экстремистских вылазок на нашей территории. В работе конференции приняли участие адвокат Олег Сетливый и помощник Лобинского межрайона прокурора Владимир Гриньков. Предусмотрена уголовная ответственность по многим статьям за вовлечение, обучение, организацию терактов, вплоть до пожизненного заключения. Важно не попасть в сети вербовщиков, которые работают в том числе с помощью интернета. Ответить перед законом можно из-за необдуманно поставленный лайк в соцсетях. Это будет рассмотрено как распространение экстремистской информации. Вы, молодежь, в наше время сейчас являетесь таким своим населением, который наиболее подвержен влиянию со стороны так называемых вербовщиков, представителей криминальных групп, экстремистских групп. Всевозможные вербовщики обещают решение всяких материальных проблем молодым людям, материальное благосостояние. Вы должны понимать, как уже было сказано здесь и коллегами, о том, что данная, получается, ловушка, из которой нет выхода в дальнейшем. Демонстрация документального фильма о действиях террористов, последствиях катастрофы и работе спецслужб не оставила равнодушных в зале. По окончании все участники научной практической конференции почтили минутой молчания память жертв террора. В обществе необходимо сформировать правильное отношение к этой глобальной угрозе и, прежде всего, повысить бдительность, обращать внимание на подозрительных людей и предметы, сообщать информацию в компетентные органы. Например, такая возможность есть на сайте Краевой прокуратуры.